Всем привет, ребята! Сегодня будет разговорное видео на тему моей четвертой части программы. Я уже записала про первые три. Я оставлю ссылки на эти видео в описании. Ну, в общем, вы поняли. И чтобы вам было легче найти. Вот, кому интересно. И, по идее, я это видео должна была уже записать в феврале, потому что моя программа закончилась в феврале. Но как-то, видимо, у меня руки не дошли. И почему-то я забыла записать. Но я считаю это важным, потому что знаю, что нет особой информации про мою программу в интернете в принципе. И особо никто не рассказывает на ютубе о ней, потому что я сама с этим столкнулась, когда собиралась сюда и вообще ничего не смогла найти. Ну так вот, ребят, которые интересуются именно программой, им будет полезно это видео. Напомню, что за программа, что я делала и где работала. Программа называется Internship USA. Приехала... Ну, это стажировка по специальности, так как я училась на ресторан, на гостиничное дело, поэтому я работала здесь, в гостинице. Стажировка у меня была здесь, в Сан-Франциско. И программа менеджерская, и она делилась на четыре части. Первая была хаускиппинг, вторая — ресторан, третья — финансовый и четвертая — фронт-деск. На самом деле, там должна была быть другая очередь, другой порядок, но в течение года менеджеры между собой там как-то договаривались, кому-то надо было в отпуск уйти, кому-то нужно было, чтобы в этот период я здесь работала. Ну и, в общем, они так поменяли немножко порядок. Фронт-деск, по-моему, должен был быть вторым, но он вот стал последним. И я считаю, что это хорошо, что он в программе стоит вторым, допустим, у тех, кто вот сейчас Сева после меня работает там в отеле. И это хорошо, когда фронт-деск на втором месте, потому что на фронт-деске реально прям язык прокачивается, прям уровень чувствуется, как поднимается. Потому что ты общаешься с людьми много, и как-то вот этот барьер, он прям хорошо, короче, помогает фронт-деск. Вот, но у меня он был последним. И давайте я расскажу, как это было. На самом деле я немножко расстроилась в первые дни, когда я перешла на фронт-деск, потому что моя самооценка была немножко опущена в первую неделю работы на фронт-деске. Связано это было с тем, что все три отдела, где я работала, я была чисто помощником менеджера и выполняла чисто менеджерские задачи. И у меня даже были в подчинении люди, там хаускиперы, хаускиппинги, работники ресторана в ресторане. Вот, финансово, правда, никого не было, потому что там, в принципе, один менеджер, и она мне просто учила всей документации и все, что она делает. Вот, а когда я перешла на фронт-деск, мне сказали, что я не буду менеджером, что я буду просто на фронт-деске работать, заселять людей, выселять людей. Да, я, конечно, понимаю, что это тоже важно, вот, но как-то вот, не знаю, задело меня это то, что я не менеджер теперь. Весь год была менеджером, а последние три месяца нет. Ну, такая программа. Вот, ну, как мне сказали, что все, кто проходил у них стажировки, ну, по такой же программе, как я, у них никто на фронт-деске не был менеджером. Вот, там элементарно, на самом деле, даже физически двум менеджерам на фронт-деске негде сидеть и нечего делать, потому что, по сути, менеджер на фронт-деске нужен только для того, если какая-нибудь там нештатная ситуация случилась, или нужно разобраться с гостем, или там, не знаю, система полетела, ну, в общем, какая-то такая вот чисто техподдержка, если что-то случилось. Вот, а так, в принципе, менеджер ничего особо-то и не делает такого в течение дня, потому что ребята просто заселяют и выселяют людей и помогают всем гостям, если какие-то вопросы отвечают на звонки. Вот, и все. Наверное, поэтому. Вот, но все равно, почему-то меня это так задело, и первая там неделя, две, мне такая была, типа, вот, меня понизили в должности, ну, так вот, у меня ощущение было, но потом все это, короче, забылось. Все равно мне параллельно рассказывали, что делает менеджер, и, на самом деле, из-за того, что я до этого работала во всех отделах, особенно финансовый мне помог, я знала больше, чем ребята на фронт-деске, потому что даже вот в финансовом, там многие, многие косяки, которые делают ребята на фронт-деске, финансовым их поправляют, вот, и, допустим, я когда после финансового пришла на фронт-деск, то я знала, как что сделать, в общем, побольше у меня было как-то вот моих знаний, чем у остальных ребят. Вот, а так, в целом, все, была обычным сотрудником на фронт-деске. Ну, и давайте расскажу, что же, что же я там делала. У нас делилась смена на 4, да, на 4 смены. Это с 7 утра до 3 дня, с 3 дня до 11 дня, ой, до 11 вечера, и ночная смена с 11 до 7. Вот, а, и четвертая была такая средняя, с 11 утра до 7 вечера. Это когда, ну, допустим, слишком большая группа гостей, компания какая-нибудь заселилась для конференции, и вот они там одним днем приезжают, все там номера заселяются, потом одним днем выезжают, и вот тогда нужен вот этот дополнительный человек, который будет помогать там на зонке, отвечать, ну, и вообще, чтобы работа быстрее шла. Вот, я в основном работала на вечерней смены с 3 до 11, но иногда мне попадались утренние, и прям буквально пару раз такие вот средние. На ночные, нет, никогда меня не оставляли, потому что там буквально один человек остается, и там всегда был один мужчина, и только выходные его заменяла одна девчонка. Вот, и если ты в вечернюю смену, это значит, что ты в основном будешь на заездах работать, потому что люди приезжают, заселяются, вот, потому что весь выезд, он до, там, двух дня. И, по идее, вот ты заселяешь и отвечаешь на звонки, и люди, если гости приходят, там отвечаешь на вопрос, что ты им там подсказываешь, подсказываешь, куда можно в городе пойти, куда можно пойти поесть, как добраться туда, до Голденгейта, ну, и, короче, вы, наверное, понимаете, что на фондовске делают ребята, вот, в принципе, я это и делала. Опять повторюсь, что язык сразу улучшился, и что такого я могу еще сказать? Работаю с деньгами, потому что у каждого из сотрудников есть свой банк, вот, и тебе выдается определенная сумма, и ты, когда приходишь, достаешь эти деньги, открываешь кассу, и потом, в конце смены закрываешь кассу, блин, вот, я сейчас начинаю веду, записываю это видео и понимаю, что мне даже рассказать кому-то нечего, вот, так я и проработала три месяца. Утренние смены было очень тяжело вставать, вообще не люблю утренние смены, я когда работала в Хаяте в Сочи, у меня смена начиналась с половины седьмого, и я вставала без пятнадцати шесть, точнее, такси за мной приел, без пятнадцати шесть, для меня это было таким адским трудом вообще, в общем, утренние смены это вообще не мое, но они почему-то реально быстрее пролетают, чем вечерние, вот. А вечером, когда в одиннадцать заканчивалась работа, я первое время возвращалась одна домой, но потом я поняла, что в одиннадцать, Сан-Франциско в центре, это реально небезопасно, и после этого меня уже встречали, вот. Что сказать? Я вообще хотела еще записать видео на тему, что меня, что бесит сотрудников отеля, потому что сейчас такая популярная тема, рассказывать, что бесит конкретных, конкретную профессию, вот, наверное, наверное, я реально запишу, вот. И еще отдельно запишу видео, что же мне дала эта программа, какую пользу, что я вообще думала о программе, стоит ли она своих денег или не стоит, и какие-то, может, советы ребятам, которые собираются. Вот, наверное, на этом все. Не хочу просто вот это вот лить воду, растягивать там на пятнадцать минут, наверное, и так все понятно. Все. Все ребята, которые хотят поехать по этой программе, те, кто начали смотреть это видео, потому что перешли по ссылке, не ссылке, а по названию «Интершип», потому что я так назову это видео. Если есть какие-то у вас вопросы, welcome в комментарии, или просто можете писать мне. Вот. Я с радостью всем отвечу. Чем смогу, помогу. Вот. Ладно. Всем пока. Спасибо, что посмотрели. Обязательно поставьте лайк, потому что давайте уже, чтобы мой канал немножко рос. Что-то он стоит на одном месте. Ладно, все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok